Правый руль Москва. Кейкары из Японии в наличии в Москве. Ссылка в описании. Как вы успели заметить, автовозы катаются довольно-таки часто. Причем прямой рейс Владивосток-Москва. Если вы не знаете, как отправить свой автомобиль с Владивостока в Москву, обращайтесь. Стоимость услуги доставки автомобиля с Владивостока до Москвы по телефону. Расскажите, у вас большая уже история эксплуатации. Наверное, уже где-то год его эксплуатируете. Вы катались и на дальняк, и куда только не ездили. Расскажите, куда ездили, как там с грузом, без груза, расход. Какие плюсы, какие минусы? Ну, чуть меньше года, с сентября, на самом деле, я ее эксплуатирую. Слушайте, ну, эмоции только положительные. По городу вообще это, по-моему, незаменимый автомобиль. То, что касается дальняка, ну, вот максимально 350 в одну сторону, ну, соответственно, 350 обратно. Трое взрослых и груз, ну, сложно оценить, да, там, сколько это было в килограммах. Ну, достаточно серьезно была загружена машина, мягенько. Ну, понятно, да, там разгоняется долго, но потом катится мягко и быстро. Что касается комфорта, ну, и пробки были, в воскресенье возвращались в Москву, там, и вот эти 350 километров, наверное, 6 часов ехали. Ну, то есть, не устал от слова совсем. Ну, что еще? Расход. Вот, летом, летом, ну, не летом, вот, в сентябре, да, то есть, это, ну, 4-5, это максимум. Зимой, конечно, да, с прогревами, там, под 6-7 иногда получается, но это, опять же, да, это прогрев утром, прогрев вечером. Потому что каждый день эксплуатируется на работу, ежедневный пробег. Ну, там, 60 плюс-минус туда-сюда. Ну, на заправку заезжаешь, да, там, до полного заправишься, оператор спрашивает, там, ну, 20, 18, это нормально до полного? Ну, в принципе, да. Вот, бак 30 литров, так, до лампочки ни разу не доезжал. Ну, там, одно-два деления остается, заезжаешь до полного. До полного, ну, собственно, ну, не знаю даже, что еще сказать. Ну, и какой вот такой минус какой-то же есть, что-то же не понравилось? Ну, не то, чтобы не понравилось, в принципе, это было предсказуемо, ну, понятно, да, там, не хватает иногда мощи. Ну, как бы, потом, когда осознаешь, в каком автомобиле ты едешь, для чего он предназначен, ну, собственно, все встает на свои места. А по минусам больше, ну, ну, не знаю, я бы, наверное, вот такого, чтобы прямо... Там, из ряда вон, я отметить ничего не могу. Спасибо за комментарий. Скажите, как долго вы эксплуатируете данный автомобиль? Два года. Яркий плюс, расход. Просто минимальный. Минус? Да так-то особо их нету, наверное. Из плюсов больше ничего не подметить. Управляемость, наверное. Ну, юркость, наверное, даже не управляемость, юркость. То, что пролезет в любую щель в московских пробах. Ну да. Все, спасибо за комментарий. Расскажите, пожалуйста, свои впечатления по поводу автомобиля. Сколько уже им владеете? Владею я ей год. Вот уже ровно год ей владею. Вот расскажите, какие-нибудь плюсы и минусы. Плюсы у меня... Чем проще машина для меня, тем лучше. Вот. Ну, я в ней минусов для себя пока не увидел никаких. Меня она устраивает абсолютно. И жену устраивает. Все. В общем, внуки довольны тоже ездят. Ну, катается, я не увожу. То есть, всем машина нравится очень. По трассе вягаете? По трассе идет она, очень хорошо. И 120, ну, 140 я на ней пробовал, но там, видно, очечка стоит. Ну, она дальше не пускает. Вот. Ну, я так не езжу. Плюс могу сказать одно. После той машины, за это у меня пока ни за превышение скорости, ни одного штрафа за целый год не было. Там я был этим богат всегда. И на трассе, и везде. Здесь, по крайней мере, ну, хватает, а что бы. На обгон она идет, нормально. Обгоняется, прибавил, обогнал. Все идет спокойно. Расход какой примерно? Ну, по городу меньше, чем, я не знаю, может, мне так кажется, чем вот зимой с кондиционером. Ну, у меня всегда где-то четыре, четыре с половиной, вот так вот идет. Иногда меньше даже, меньше четырех получается. Вот по городу, допустим, у себя езжу, там, в Турскопов, там вообще три с половиной, вот так где-то идет. Три и семь. Ну, а вот по трассе, ну, может, притапливаешь когда, поэтому, наверное, и... Да, ну, с кондиционером совсем, я платные дороги, вот я сейчас езжу постоянно, я платно объезжаю по бесплатному маршруту. Сейчас 600 с лишним рублей платные дороги, там, два платника. Вот, я на 600 рублей ее заправляю, туда-обратно езжу. Это по километрам, примерно, сколько там? Ну, 30 километров. 30? Да. Класс. Зимой как? Где-нибудь ездили, не ездили в автоном? Вот всю зиму, во все морозы, вот, чего не отдать, я прям вообще был удивлен. Один раз, ну, она просто стояла там 15 дней на морозе, все. Один раз она заводилась так, ну, попробовал раз, она не это, не завелась. Вот, второй раз, раз, все, сама завелась, и без всяких этих, ни ключ не держал, все, как обычно, вот, заводил. Все, просто с первого раза что-то она не это, я уже думал, ну, может, аккумулятор там, все. Все, и так вот с зимой проездил, ни разу я ничего в нее не лазил, ничего в ней не смотрел, за целый год я ее вообще нигде ничего не трогал. Типло, типло. Да, хватает, типа, печка. Кондиционер дует отлично, то есть, я на полную даже не ставлю, кондиционер дует тоже отлично, все эти, ну, таких я минусов не, в принципе, не нашел. Ну, вот, у меня ни разу на них, в принципе, ни тромоза, никуда машину не водят, ничего, никаких там обдувов от фур, когда обгоняешь, ничего этого нету. Нормально идет машина. Вот, я серьезно говорю, и фуры обгоняют, и сам фуры обгоняешь, никогда от них никуда не отлетаешь, ни тебя не забывает, вот этой парусности никакой нету. Все говорят, что забывает. Я, например, на ней не заметил. На Шварле я иногда вот замечал даже такое, что было. На ней, думаю, тоже сейчас будет все-таки маленькая. Да, да. Нет, это, не знаю, у меня не случалось вот, пока не замечал. Ничего еще сказать. Вообще, отличную машину, берите. Все, спасибо за комментарий. Покупайте, давай. Капец, она шмакодявит. Полноприводная. Я не знаю, в чем феномен мирок, я уже забыл, каково это. Это вот мой первый Kia Car, такая вот, мир, именно вот в таком вот кузове. Вот этот, я уже забыл, как это было. Блин, она прям мощная, короче. Не знаю, может быть, так задушили уже дополнительно эти евро цифры, то ли чего. Но вот это прям носится при условии, что полноприводная версия вообще, капец. Вот она, красотка. Как давно это было. Во. На Speedo M3 127. Точно не смотрели, чего как. Но класс. Ну, такие вот сейчас уже, к сожалению, невыгодно возить. Ну, они, гадай, уже не проходные. Здесь вот ручные стеклоподъемки. Я уже забыл, кстати, ручные стеклоподъемники. Представляете, это сколько лет мы уже не слышали эту фразу на канале. Ручные стеклоподъемники, чтобы не пипикало. Смотрите, корректор, фарит, монетница. Оплёточка. Спидометр. Рация. Кондиционер. Печка. Клёво. Светленько. Сзади лавка. Там докатка лежит. Класс. Не, мерки, это вообще вещь, конечно. Дайте пару комментариев, что вы думаете о доехал-самире в этом кузове. Она самая офигенная машина. Это вот то, что и хотим, и можем, и самое главное, что... Самое главное, то, что надо. В этой машине всё совмещено. Вот это всё, вот мажоры стоят, а вот это вот аппарат. На нём и в пир, и в мир, и за пиццей. Даже можете пиццу привезти, даже подробно. Даже может развозить, да. Даже можно всё, что хочешь. Самое главное, кувалду, и дальше поехал. А где только нюансы, они ведь невыгодные сейчас, их невыгодно вести. Ну, она, по-моему, если видеть, вот эти вот кейкары, они завоевали мир. Вот именно вот эти кейкары завоевали. Репутацию свою и всё остальное. Вот у неё действительно расход 3 литра там нет. Вот, вот это вот я понимаю. Не можем загнаться, оттолкнулся ногой и дальше под горку пошёл. Всё. Под горку. Не, просто как бы вести её, а как её привести? Ты даже, если очень сильно повезёт, там, пищ за 50 её на аукционе выиграешь, она всё равно тебе приедет там. Золотой. Ну да. То есть, всё равно она приедет дорого. Такой вот фильтр стоит, дай хацумира. Сейчас мы его адаптируем под российские климатические условия. Деревянный фильтр. Деревянный фильтр возьмём. Деревянный фильтр. Деревянный фильтр. Пробег 127. И это вообще ни разу не рекорд. Это для тех, кто думает, что машина ездит 10 тысяч километров, умирает. Дай хацумув кастом. Классный белый перламутр, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь, да, это белый перламутр. Вообще, ну, крутейший оптик. Вот согласитесь, ребята просто отработали. Ну, ура этот дизайн. Прям вот круто такое, прям десиптиконюще. Мне изначально нравился дай хацумув в цвете такой тёмно-синим, да. Но, как мне кажется, в белом перламутре смотрится намного круче. Ну, это чисто моё мнение. Так вот, свой мне не напишите в комментариях. У него туманочки там всякие, такие элегантные черты подсветки. Сейчас тоже на него посмотрим. Литьё стоит нестандартное литьё, то есть, ну, не оригинальное, да. Но, тем не менее, зато красивый цвет спицы тоже неплохо идут, как вот по мне. Смотрите, дефлектора, вес, вот этот течёт, это мобиль. Машина брашлайн-тикор. И сзади, ну, сзади, по-моему, ничего не поменялось, да, от обычной модели мува. Ну, в плане там... А, подождите-ка, тут не подписано, она в кастом. Просто мув. Ну, возможно, менялась пятая дверь, но это не точно. Спойлер с повторителем. Хромированные ручки. Электрозеркала, повторители. Оп, открыли. Так, мягенькие вставочки уже, электрозеркала, стеклоподъёмники. Комбинированный, между прочим, смотрите, салон. Большая часть, смотрите, он выполнен тканью. Такая ткань, ну, на ощупь, типа, как велюра, да. Это только на ощупь. И кожаные вставочки. Такие вот в нужных местах кожаные вставки. Запах двигателей с кнопочки, анти-юз, значит, тай-стоп. он же эко идол такой коврик как слайм 7 дюймовый монитор каразире климат-контроль и вот это такая интересная как сказать такой пластик интересного цвета и вот какой-то модель недавно видел именно мувик да в таком видела в первый раз вот такой вот такую текстуру пластика или не знаю как бы на видом как это не знаю как что как какой-то камень наверное какой-то гранит ну на вид такой вот светлый потолок задний ряд сидений задний ряд сидений тоже комбинирован кожей а вот вот такой вот а их автомов оборудован дополнительным видео регистратором уже местного происхождения что можно подметить про данный автомобиль то из его особенностей очень крутейший внешний вид и также он славится своей выживаемостью то есть какой бы бензин туда не заливали какое масло туда бы не лили как редко бы его не меняли он даже не стонет скажем так не стонет и живет иными словами выносливость у него конечно нереальная ну наверное тойота есть тойота выйти еще его запустим потому что его все нужно перегнать такая подсветочка интересно работает табло по центру по центру такой кранчик пробег здесь пробег 135 почти на спидометре и как вы видите автомобиль очень таки хорошо сохранился да не потрёпанный но это так для тех кто думает что кейкар живет 20000 пробега красота вообще дальний галоген то есть как круто выполнены поворотники вот эти синяки не напоминает стать игре с дизайн nissan days highway star вот эти вот все синяки такие под глазами где поворотники куда из-за там ну типа ходовые огни и сзади круто стопы уже диодные вон они там смотрите куча диодов натыкана класс и добрый отчете к вам так смешках включен идеально все легло донышко все хорошо балку не другом потому что экселентблоки бак нет врагу он пластмассовый донышко все просмотрели также скину вам видео до обработки но все промыли просушили в сушке легло все идеально как вы успели заметить автовозы катаются довольно таки часто причем прямой рейс владивосток москва если вы не знаете как отправить свой автомобиль с владивостока в москву обращайтесь стоимость услуги доставки автомобиля с владивостока до москвы по телефону